тут есть тоже свои вещи выстраданные вот я сейчас расскажу о тех основных пунктах касаются обвязок не то что вот она сверху снизу дело не в этом дело в том что как она устроена почему она страховочная система как она вообще по идее должна быть вот смотри-ка вот этот вот эта петля основная за которой ты висишь да видишь она сделана всегда должна быть под пояс то есть не снаружи пришита а внутрь некоторые просто ошибаются одевают наизнанку и когда висишь у тебя получается вот этот шов на отрыв и это может привести естественно к срывам и трагедиям это первое второе значит очень тонкий момент так называемый зажим труселей зовем его вот сюда ты продеваешь ноги вот эти вот места сейчас я вот одену все это продемонстрируем себе сюда продеваются ноги и вот здесь очень важно регулировка то есть если ты делаешь прослабленные ноги да то тебе дискомфорт это у тебя жопа начинает вываливаться назад а вот эта штука у ползать вперед вот сюда это плохо но если ты зажимаешь их слишком сильно то это тоже плохо потому что тебя нарушается кровообращение ног и висеть и будет очень дискомфортно это долго не сможешь провести то здесь вот нужен как бы вот баланс компромисс то есть ты отмеряешь это все для себя настраиваешь так теперь вот это обвязку она чаще всего обвязки используются не такие вот как это как комбинированная да то есть у нее вверх и не сразу в одном флаконе вот чаще используются обвязки у которых отдельный верх отдельный низ то есть низ типа труселей там черная такая лежит да и вверх это такая система двух жилет и они сцепляются вот тут на карабин по сути дела вот в большинстве случаев достаточно труселей особенно если у тебя не предполагается каких-то работ грубо говоря вверх тормашками но я эту купил поскольку стиль моей работы это знаешь такой стиль нельзя да там то есть не пофиг в этом вверх вниз а там и головой вниз спускаюсь там запросто меня вдруг там приспичит я значит вниз головой еду не так не то чтобы интереснее на там только так можно что-то достать или тебе приходится вот там куда-то там тянуться там перебирать я там значит маятники всякие использую из-за этого меня естественно 3 вот всегда верхняя система я ее поэтому и использовал так да когда одеваешь обвязку следишь чтобы у тебя не было каких-то закрутившихся элементов потому что они будут потом очень создавать большие проблемы тем что вот эти вот перекрученные места они болезненно воспринимаются организм поскольку давит на него так я ничего не перепутал нет я уже перепутал надо одну будет вот она она должна быть расчеканена иначе я ее не одену все приходится вспоминать заново но вспоминается без проблем вот да многие тут чувствую под меня зарегулированы так теперь по очереди сначала пояс значит тут поясная часть тут ничего хитрого надо просто затянуть так что было а и комфортно и б не перетянуто но то же самое главное правило остается в силе у тебя не должно быть того чтобы вот это поднимал слишком высоко потому что если она уйдет вверх тоже у тебя еще основной карабин на ней на привязкой и еще всякая фигня и если это у тебя уйдет вверх то можно будет не достать как-нибудь ну все это индивидуально регулируется на обвязке и желательно как говорится на земле то есть то что мы там повесили веревку это для этого как раз и нужно так у меня пока вот это у меня как бы такой комбинезончик значит по поводу вот и всяких затяжек седал должен быть с контрольным встречным потому что без контрольным встречным может просто потечь а то есть вот я затянул перевернул и уже вот тут зачеканиваю чтобы было контрольно встречное трение и она мне не потекла как в некоторых кино типа про скалолаза там как каким-то удивительным образом у героини вся обвязка потекла до вытянулась каким-то там парадоксальным образом и всего из-за одной пряжки причем какой-то вот самое главное следить конечно за поясной основная у тебя поясная страховка то есть вот здесь надо быть очень внимательно потому что это твоя жизнь и здоровье в самом прямейшем смысле слова вот эти вещи нельзя ни в коем случае оставлять непроверенными недотянутыми там там подобными радостями зачеканиваем должен признаться что я пару раз было что я забывал на вывесе обнаруживал что у меня что-то где-то не зачеканено причем я это замечал потому что чувствую что у меня начинает расслабляться вязка ну как паники у меня из этого не было я быстро понимал что надо делать и в общем никаких меня за этого трагедии не случилось но сразу знаешь мозгах такое просветление начинается так сразу понимаешь что ты осел и так далее сзади пряжек нету да они есть но они потребовали року на земле как говорится когда ты регулируешь под себя обвязку но скажем так вот тут потренироваться здесь не требуется там особых каких-то тонких настроек потому что не будешь тут висеть там часами да а вот уже куда-то чего-то то там да так вот все в принципе я зачеканился обвязку в лес все у меня более-менее все готово теперь твоя очередь так у нас вязка же есть а вязка есть вот сзади сзади